Доброе утро! На Хабар 24 новости. О событиях к этому часу расскажу Ягульна Рожандагулова. 827 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию зарегистрировано в стране за прошедшие сутки. Больше всего случаев в Нур-Султане, Алматы и Павлодарской области. Меньше всего заразившихся в Туркестанском и Казлардинском регионах. Всего по республике выздоровели больше 800 человек. Также зафиксировано 45 случаев заболевания пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Три человека умерли, 235 выздоровели. В общем, с 1 августа зарегистрировано почти 49 тысяч случаев заболевания ковид-пневмонии. И, как только что стало известно, Павлодарская область покинула красную зону по темпам распространения коронавируса. В два раза нужно увеличить производство вакцин, чтобы справиться с пандемией. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. При этом он призвал стран-участниц G20 создать общий план по иммунизации населения, который смог бы обеспечить справедливое распределение вакцин. По мнению Антонио Гутерриша, проблемы, стоящие сегодня перед обществом, можно решить только после того, как мировые державы придут к единому консенсусу. Израильцам заманивают на вакцинацию бесплатной едой и напитками. Таким способом власти пытаются переубедить антипрививочников. Владельцы одного кафе в Тель-Авиве и вовсе решили объединиться с муниципалитетом и начали делать прививки клиентам прямо на месте. После укола граждане получают бесплатно на выбор напиток. Подобные меры уже дали эффекты и темпы вакцинации быстро выросли. Примерно до 150 тысяч человек в день. Напомню, с 21 февраля израильское правительство будет выдавать вакцинированным гражданам так называемые «зеленые паспорта». С этим документом граждане беспрепятственно смогут посещать спортивные залы, бассейны, гостиницы и культурные учреждения. Мы пришли сюда, чтобы сделать прививку. Раньше мы беспокоились, но в связи с предстоящими ограничениями выбора у нас не осталось. Ну и приятно получить пиццу и кофе бесплатно. Необходимо расширить обязательства по сокращению выбросов углекислого газа за счет привлечения новых стран в поддержку соглашения. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри на Мюнхенской конференции по безопасности. Он назвал изменение климата большой угрозой устойчивого развития. Кэрри подчеркнул, цитирую, во избежание наихудших последствий, связанных с изменением климата, срочные меры необходимо принять до 2030 года. Три года назад ученые сказали нам, что у нас есть 12 лет, чтобы предотвратить наихудшие последствия климатического кризиса. Сейчас прошло три года, так что у нас осталось всего 9 лет. К слову, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении также отметила, Европа и США должны объединиться в борьбе с изменениями климата и согласовать новую основу для развития цифрового рынка. Все это могло бы помочь в ограничении власти крупнейших технологических компаний. Вместе мы могли бы создать свод правил цифровой экономики, действующей во всем мире. Он основан на наших ценностях, правах человека и плюрализме, инклюзивности и защите конфиденциальности. Мы просто не можем отдавать решения, влияющие на нашу демократию, компьютерным программам без какого-либо человеческого контроля или Совету директоров Силиконовой долины. И последнее решение в Facebook относительно Австралии является еще одним доказательством этого. И о погоде в нашей стране, о вероятности подъема уровня воды на реках Туркестанской и Жамбылской областей предупреждают синоптики Казгидромет. Всему виной обильные осадки. Резкое понижение температуры местами до минус 25 мороза ожидается в Восточно-Казахстанской области. Также столбики термометров опустятся в Алматинской и Жамбылской областях местами до 10 мороза. Туман накроет Казлардинский регион и частично запад республики. Низовая метель, по прогнозам метеорологов, ожидается в Кустанайской и Североказахстанской областях. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. Продолжен тему. Подготовку к паводкам начали в Западно-Казахстанской области. И хотя реки еще находятся в зимнем режиме, жители населенных пунктов и дачных массивов, расположенных близко к водоемам, уже предупреждают о возможном подтоплении. Из города вывезли почти 500 тысяч кубов снега и откачали порядка тысячи кубов талых вод. А за несвоевременную уборку снега на своей территории только в Уральске оштрафовали четырех предпринимателей. В масштабе области на борьбу с паводками выделено почти полтора миллиарда тенге. Сделаны запасы ГСМ, мешков и инертных материалов для возведения дамп. В случае необходимости в ДЧС будут нанимать вертолеты для исследования с воздуха и бригады взрывников для работ на реках. Сверху миллиарда долларов потеряла из-за пандемии одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus. Поставки аэрогиганта в прошлом году сократились на 34%. Об этом стало известно из последнего финансового отчета концерна. Помимо этого Airbus собирается сократить почти 15 тысяч рабочих мест в странах ЕС. Ранее о рекордном годовом убытке также сообщала американская корпорация Boeing. Мы ожидаем, что рынок восстановится между 2023 и 2025 годами. Скорость восстановления будет зависеть не только от эволюции пандемии, но и от эффективности вакцинации и решений правительств. И сочтут ли они нужными продлевать ограничения на путешествия. Нет застоем в туристической отрасли, решили сказать в Узбекистане. Причем сделать это соседи ходят с нашей помощью. Власти этой страны намерены сотрудничать с казахстанским туристическим бизнесом для восстановления и развития сферы туризма. Например, Акимат Хорезамской области предлагает организовать совместные туры. Наш корреспондент в Узбекистане Жасен Беркенов узнавал, в чем привлекательность таких совместных туров. Узбекистанские власти продолжают искать способы, как поднять с колен туризм, который до сих пор не оправился в пандемии. В прошлом году специалисты ожидали, что страну посетят 8 миллионов туристов. Однако количество путешественников едва достигло полутора миллиона человек. Если в денежном эквиваленте, соседи потеряли около одного миллиарда долларов. Именно столько они могли заработать на туризме в прошлом году. Если целый Узбекистан потерял, скажем, один миллиард, то я думаю, что 30% из одного миллиарда было бы, я думаю, что потерял именно город Хива. Так как Хива является одним из трех основных городов Узбекистана, которые посещают именно туристы. Для наглядности, в 2019 году Хорезамскую область посетила свыше двух с половиной миллионов туристов. А вот количество отдыхающих в регионе после пандемии едва достигло 300 тысяч. То есть поток путешественников уменьшился более чем в восемь раз. Если взять именно период, в 2020 году период именно пика, то Хива практически пустовала. То есть практически ни одного туриста, ни внутреннего, ни наружного туриста, ни туристов не было. То есть это большая потеря для города Хивы, так как город Хива очень стремительно, конечно, имеет свои различные другие экономические сферы. Но именно туризм является основной частью экономики города Хивы. Местные власти намерены возродить туризм в регионе. Для этого они решили работать рука об руку с казахстанским турбизнесом. Продолжение соседей – организовать совместные туры. Ведь наши граждане – одни из самых частых иностранных туристов в Узбекистане. В настоящее время между нашими странами рассматривается вопрос по разработке единых турмаршрутов и турпродуктов по направлению зерна туризма. В частности, по созданию комбинированных туров. Сегодня местные туроператоры уже начали переговоры с казахской стороной. В ближайшее время планируют организовать туры для туристов из Казахстана. Для узбеков Казахстан будет интересен природой, конечно, нашими тоже обычаями. И то, что мы очень похожи друг на друга. Они вообще очень любят нашего Ходжа Ахмеда Исави, Азерет Султан, наш Арстанбаб, наш Алмата, Чембулак, Медеева, Кульсайк, Каинда и тем более Чарын. Он будет очень интересен, потому что у них его нет. В этом году в планах Узбекистана принять по меньшей мере миллион семьсот тысяч иностранных туристов. Для этого принимаются конкретные решения. К примеру, после смягчения карантинных требований откроются прямые рейсы из административного центра Харезма Ургенча в Актал. Жасибиркеновик, Ельжан Успан, Хабар-24, Харезмская область, Узбекистан. Жемчужины литературы Казахстана пополнили фонды Национальной библиотеки Беларуси. В рамках 28-й международной книжной ярмарки, которая сейчас проходит в Минске, прошла торжественная церемония передачи книг. В акции участвовала делегация Казахстана во главе с послом нашей страны в Беларуси. Коллекция книг, которая займет почетное место в Национальной библиотеке Беларуси, представит минскому читателю Казахстан во всем его разнообразии. В произведениях отечественных авторов можно будет узнать о многовековой истории нашей страны, о культурных достижениях и национальных традициях. В рамках церемонии также было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Национальной академической библиотекой Казахстана. В это непростое время, период пандемии, когда люди подвержены стрессу, когда люди смотрят на будущее с определенными надеждами, такие мероприятия, они вселяют уверенность, они дают большую надежду простым людям. Почему? Потому что книга был, есть и всегда будет, как говорили, послом мира. Книга сближает народы, книга открывает горизонт сотрудничества. Подписание меморандума – это и есть заближение двух народов – Казахстана и Беларуси. И вернемся к событиям в нашей стране. Сделать процедуру ЭКО на пенсионные накопления не получится. Об этом заявили представители от Басы банка. О механизме использования денег, накопленных на старость, расскажет Ирина Панфилова. Любовь Нигманова пришла на зубопротезирование. О том, что на стоматологические услуги теперь можно будет потратить пенсионные накопления, узнала от врача. Говорит, новость – это как нельзя кстати. Дополнительные деньги, которые, казалось бы, ты не знаешь, куда ты их отдал, и ты их получил, это, конечно, ты пойдешь и потратишь по своей нужде. Те же самые зубы, которые сейчас, правда, очень дорого. Простая пломба, я не знаю, ты здесь, по-моему, сейчас, а вырвать зуб тоже очень дорого. Именно стоматологические услуги, говорят эксперты, будут пользоваться спросом у казахстанцев. Несмотря на то, что расходные материалы дорожают, поднимать цены в клиниках по лечению зубов не планируют. По крайней мере, пока. Увеличение цен в связи с этим не предполагается. И мы считаем, что это прекрасная возможность для нашего населения улучшить свое здоровье в целом. В настоящее время стремительно дорожают расходные материалы, которыми мы работаем в своих клиниках ежедневно. Поэтому, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, стоматологи удерживают цену на стоматологические услуги. К слову, лечить зубы за счет пенсионных накоплений казахстанцы смогут только в пределах нашей страны. А вот остальные медуслуги можно будет получить и за границей. Речь идет о некоторых видах пластических операций, терапиях для больных раком, диагностике и лечении пациентов, страдающих редкими заболеваниями, а также коррекции зрения. Первая процедура, которая включена в перечень, это кросс-линки для лечения кератоконуса. Стоимость этой операции 180 тысяч тенге один глаз. Вторая – это рефракционная лазерная хирургия. Мы проводим все методы коррекции зрения. Стоимость ее от 200 тысяч и выше. Спрос, конечно, растет. Клиник много, рынок конкурентный. И стоимость операции, она зависит от курса национальной валюты. Опрос, проведенный на ютуб-канале Хабар-24, показал, что многие казахстанцы планируют потратить свои пенсионные накопления на лечение. Однако большинство предпочли бы лечиться за границей, нежели в отечественных клиниках. Главное условие, чтобы у лечебницы была лицензия. Только в этом случае деньги из фонда смогут перечислить на счет меторганизации. Если суммы, которая на спецсчете недостаточно, можно воспользоваться пенсионными счетами ближайших родственников. Получатель может получить от нескольких заявителей, но дальше передавать свои пенсионные единовременные выплаты он не может. Ребенок не является правоспособным и не может заключать договор на лечение. И таким образом сейчас возникнет такая дискуссия, в рамках которой люди будут просить разрешить взрослым родителям оплачивать лечение детей. Мы будем это уточнять у Министерства здравоохранения и, соответственно, принимать решение. Сделать ЭКО за счет пенсионных не получится. По словам представителей Минздрава, количество квот на проведение процедуры и так увеличили в семь раз. Этого должно хватить. Тем не менее, перечень заболеваний, указанных в приказе, не окончательны. При необходимости и востребованности его могут изменить. Отмечу, подать заявление на снятие пенсионных накоплений для лечения можно будет с 25 февраля. Ирина Панфилова, Юлана Чаус и Ержант Канапиаула. Хабар, 24. К другим темам. 261 человека привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в Актюбинской области. Половина из них иностранные граждане, приехавшие в регион на заработки, но не имеющие разрешительных документов. Еще троих граждан Узбекистана выдворили за пределы страны. Согласно решению суда, нарушители должны были в течение 15 дней самостоятельно покинуть территорию страны. Однако не сделали этого. Все факты были выявлены правоохранителями во время четырехдневного оперативно-префилактического мероприятия «Мигрант». Выявлено два факта умышленного незаконного пересечения государственных границ Республики Казахстан гражданами Российской Федерации. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 392 первой части УК РК. И к этому часу это вся информация, о которой мы успели рассказать. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин